Список чудотворного образа Пресвятой Богородицы Благодатная, написанный на Святой горе Афон для Второафонского Бештаугорского монастыря, путешествует по храмам Кавказа. О пребывании святыни в Свято-Георгиевском женском монастыре сюжет наших коллег. Мы, все наши прихожане, мы можем прибегать со всеми своими просьбами, печалями, скорбями и молениями к чудотворной иконе. Для нас это, конечно, большая радость и возможность помолиться у чудотворной иконы. «Радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная» – обращаются христиане в молитвах ко Пресвятой Богородице. Образ, именуемый «Благодатная», в ином переводе «Обрадованная» пока малоизвестен в России. Список, принесенный на благословенный Кавказ, имеет свою уникальную историю. Эта икона была написана на Святой горе Афон в монастыре Ксенофон. Первый образ этой иконы хранится в алтаре главного собора на горнем месте. И когда с братья имел счастливую возможность паломничать и не один раз на Святую гору Афон, то с каким-то особым трепетом и с содроганием сердца и умиленной благодарностью прикладывался к этому образу. И всем желанием восхотел, чтобы эта икона была здесь и у нас, в нашей России, на нашем благословенном Кавказе. В женской георгиевской обители, получившей возможность почтить афонский образ, в иконописной мастерской для автора Афонского монастыря тоже написали икону, которую матушка Варвара с сестрами вручили его священно-архимандриту, архиепископу Феофилакту, Рождество Христово. А владыка наградил игуменью архиерейским благодарственным письмом за работу с воспитанницами приюта Софии, действующего при женской обители, и выполнил еще одну приятную миссию – вручил медаль святейшего патриарха к столетию возрождения патриаршества в России строителю главного храма Георгиевского монастыря Константину Асланову. Это был промысел Божий, никто не мог представить, что такая будет красота, это не в наших умах было, это было просто построить храм для прихожан, для боголюбцев всего лишь. Остальное все уже пришло, как говорится, с Божьей помощью, промыслом Божьим повторюсь. Я благодарю еще, конечно, за то внимание, которое уделили мне патриарха нашего, благодарить нашего архиепископа Феофилакта, любимую матушку Бадуару и сестрами. Я их всех люблю. Кстати, в наступившем году исполняется 20 лет с момента закладки храма на горе Дубровка вблизи города Ессентуки, что послужило началом основания Свято-Георгиевской женской обители. Елена Христосова, Артем Соломинцев, студия «Благословенный Кавказ».